Жуковскими чтениями в Пушкинской библиотеке продолжили тему военно-патриотического воспитания. В рамках медиа-экскурсии сотрудники Государственного музея имени Георгия Жукова познакомили собравшихся с подробностями биографии военной карьеры маршала Победы. В свою очередь, сотрудники Сочинской библиотеки имени Пушкина рассказали о пребывании Жукова в Краснодарском крае и Сочи, подготовили и выставку на эту тему. Участие же в конференции приняли члены Делового совета России ЮАР, в том числе военные атташе Республики ЮАР в Российской Федерации, члены Совета ветеранов Сочи и представители централизованной библиотечной системы курорта. Это выездная конференция Государственного музея Георгия Константиновича Жукова Калужской области, город Жуков. Они предложили провести ее в библиотеке. Естественно, эта тема очень близка и дорога нашим постоянным читателям и членам музыкально-поэтического балкона. Поэтому мы с радостью приняли гостей. Сочинцы сегодня узнали много новых подробностей о Маршале Победы, но и самим горожанам было, что рассказать гостям. Георгий Жуков не раз бывал на Кубани. В годы Великой Отечественной войны его талант полководца помог выбить врага с территории края. Имя маршала носят улицы, проспекты и школы региона. А именно в Сочи Георгий Жуков набирался сил перед главными в своей жизни сражениями перед началом победоносного штурма Берлина. Кстати, в микрорайоне Ареда есть бюст маршала Жукова. На собственные средства его установили сочинцы. Не обошлось на жуковских чтениях и без культурной программы. Музыкальные и поэтические номера подготовили члены поэтического балкона Сочи.